Один из школьных стадионов Белгорода, на который 15 марта произошел прилет. Осколками посекло фасад и стекла соседнего многоквартирного дома. Сейчас рабочие занимаются их восстановлением. Так выглядят оконные рамы в квартире Михаила Пестерева. В момент обстрела мужчина находился дома, услышал сирену и громкий хлопок. Сначала прозвучала тревога и одновременно произошел взрыв. Громкий хлопок, кусок стекла влетел сюда. Здесь было пылью, это стекольное в засыпанном квартире. Немножко шок, потом мы пришли в себя и все, продолжаем жить. Михаил вспоминает, от серьезных последствий спасла бронепленка. Ее он обклеил стекла буквально за месяц до случившегося. Главное, никто не пострадал, говорит пенсионер. От последствий атаки ВСУ теперь не осталось и следа. Все благодаря слаженным действиям строительной бригады. На обработку заказа примерно уходит три дня. И получается, что в течение трех дней, трех-четырех, мы все восстанавливаем. Сначала мы приезжаем на место, выявляем, замеряем, отдаем наш отдел, который занимается обработкой наших размеров, заказывают. Потом мы договоримся с жильцами, приезжаем и все устанавливаем. Завершили работой в квартире Станислава Мстякова. Полностью заменили стеклопакеты. Качеству вопросов нет. Прилет был рядом с нами. Хорошо, что сейчас сирена срабатывает чуть-чуть. Хватает 20-30 секунд. Предупреждает поэтому вовремя. Ребенок и жена спрятались. Паники не были. Вышли на улицу. Там у нас управляющая компания. Совместно с ними обсмотрели. Тут же сразу службы все приехали. Сработали оперативно. И я уверен, что и дальше мы продержимся. С таким совместным сплочением работы. Работа кипит в разных частях областного центра. У этой строительной команды в списке около 200 адресов. Каждый человек может показаться в этой ситуации. Поэтому наша работа. Помогали людям. Мы можем это сделать. Мы это и делаем. Несмотря на оперативную обстановку и погодные условия, рабочие продолжают восстановление. Дарья Яковлева, Александр Сысоев. Программа «Такой день» на Мире Белогорье.